Около переезда в Нововятске, где зимой горели вагоны, начали появляться зеленые насаждения. Какие именно, расскажем в ближайшие минуты. Здравствуйте, вы смотрите «Давича» в студии Дмитрия Житарчук. И вот что вы еще увидите в этом выпуске. Дмитрия Житарчук. Киров с рабочим визитом посетил руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер. Он вместе с главой региона Никитой Белых обсудил газификацию области и осмотрел бассейн Быстрица. Напомню, спорткомплекс в Кочаровском парке был построен в августе прошлого года при поддержке газовой компании. На реализацию проекта было потрачено 650 миллионов рублей. Поэтому возвести комплекс удалось в короткие сроки, всего за два года. Пока это единственный в городе 50-метровый бассейн. По словам Миллера, строительство спортивных объектов в городе продолжится. Мы приняли решение о строительстве легкоатлетического манежа. Этот проект будет еще более амбициозный, чем вот этот проект. Мы, конечно же, здесь ориентировались на те потребности, которые есть у жителей Кировской области, у жителей Кирова. И за легкоатлетическим комплексом последуют и другие спортивные объекты. За вклад в развитие будущего страны. Сегодня в торжественной обстановке из рук руководства региона дипломы и памятные знаки получили победители конкурса «Инженер года». Все они работники крупных предприятий области. Как это было, увидели мы с оператором Даниилом Кочкиным. Промышленность, основа экономики государства напомнили на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Инженер года» первые лица области. Таким образом, прозвучало мнение в руках высококлассных специалистов этой отрасли ни много ни мало благополучия страны. Поздравление последним лично от главы региона. Разрешите торжественную церемонию считать открытой. Я хотел бы особо подчеркнуть, что именно вам, эффективным, перспективным молодым, предстоит осуществить все задуманное в рамках реализации государственной промышленной политики. В списках награжденных в этом году 30 фамилий. Все номинанты – работники крупнейших предприятий области. В их числе и ведущий инженер по охране окружающей среды завода минеральных удобрений компании «Уралхим» Инна Волкова. На родном предприятии занимается вопросами переработки отходов. Именно по итогам ее исследований предприятие приняло решение закупить современную установку, которая позволит существенно сократить отходы. Радость и благодарность компании «Уралхим», которая позволяет нам развиваться, позволяет приобретать новые знания и применять свои знания на практике. Кстати, помимо Инны, звания «Лучший инженер года» удостоились еще семь работников завода минеральных удобрений компании «Уралхим». Компания «Уралхим» вкладывается в свой персонал. Мы развиваем молодежь, помогаем нашим специалистам профессионально расти. Поэтому в этом году восемь наших работников получили дипломы «Лучших инженеров года». Мы рады, что это мероприятие станет традиционным и каждый год мы будем честить лучших инженеров года. В этом году в конкурсе участвовали представители 11 предприятий области. Победители были определены в двух номинациях. Инженерное искусство молодых, дипломы и памятные знаки в этой категории получили специалисты до 30 лет. И в категории «Профессиональные инженеры». Здесь награды достались конкурсантам, чей стаж работы более пяти лет. Дмитрий Житарчук, Данил Кочкин, Бюро новостей, Давича. Не наград, а работы сейчас больше всего не хватает тем, кто прибыл в наш регион с юго-востока Украины. Сейчас в Кировской области несколько тысяч иностранцев, которые были вынуждены покинуть родину. Кроме правительства области, им помогают и волонтеры. С какими проблемами сталкиваются беженцы и каким образом эти трудности решаются, выясняла Екатерина Зубарева. От кого-то слышали, что в области где-то идут военные действия. До этого лета войну Леонид Дробязко видел только в фильмах. Но реальное событие в Луганске заставили инвалида по зрению вместе с женой, мамой и бабушкой бросить квартиру в пятиэтажке и бежать из своей страны. Прихватив пару банок тушенки и летние вещи, приехали в Киров. На месяц в свой дом пустили родственники. Позже попросили съехать. Сейчас семья из Украины живет на съемной квартире. Ее оплачивают волонтеры, потому что свои финансовые запасы у беженцев иссякли. Пока мы не получим статус, то мы не можем устроиться на работу. А допустим, неофициально подработать ни я, ни жена не можем, потому что мы инвалиды по зрению и не любая работа подойдет. Помощь волонтеров, говорят беженцы, неоценима. Особенно в вопросах, касающихся жилья. Со слов жителей Украины, кировчане не спешат оформлять им временную регистрацию на проживание. Они боятся, что квартиранцы смогут претендовать на их имущество. Однако это не так. Временная регистрация оформляется на три месяца, а после автоматически прекращается. Если собственник сам не захочет ее продлить. Основной вопрос, конечно, с жильем. Сейчас квартиры все съемные, фактически заняты. Вот эти комнаты, то есть мы стараемся где-то что-то. Но главный вопрос вот это с временной регистрацией. Слоник, мальчик, девочка. У Марины Синзицкой пока проблем с жильем нет. Из Украины в Киров вместе с сыном Никитой и еще сотней беженцев она приехала в середине августа. Всю группу расселили по временным пунктам проживания. Самым сложным, рассказывает Марина, оказалось устроиться на работу. Без статуса временного убежища сделать это невозможно. А чтобы оформить все документы, нужно ждать несколько месяцев. Нам обещали бесплатный проезд. Мы просили хотя бы на месяц. Потому что как раз сейчас ездят по всем этим службам. В садик ребенка тоже. Все за свой счет. Опять же денег нет. Транспортные карты беженцы все же получат, сообщили в областной прокуратуре. Там сегодня говорили о том, соблюдаются ли права граждан Украины в нашем регионе. Как говорят прокуроры, жалоб от самих беженцев пока немного. Большинство из них касаются быта. Решаются все эти вопросы сообща. То есть все, что касается социального обслуживания, материального обеспечения. То есть у нас здесь определены органы соцзащиты. Соответственно, вместе с ними эти обращения им передаются. Берется на контроль рассмотрения. То есть, ну, еще раз говорю, мы видим, что вопросы как бы и проблемы их нет. То есть все заинтересованы и они решаются. Кроме того, напомнили стражи закона, приняты поправки в законодательстве. Согласно им, жители Украины, получившие статус временного убежища, могут трудоустраиваться наравне с гражданами России. Екатерина Зубарева, Алексей Стахев и Алексей Юфирев. Бюро новостей Дайвича. В Нововятске сегодня прибавилось растительности. На железнодорожном переезде в Поздино были высажены несколько молодых сосен. Как раз на том месте, где зимой сошли с рельсов и загорелись вагоны товарного состава. Посадкой занимались несколько активистов, экологов и один чиновник. Для чего, расскажем далее. Как был при полном, что называется, параде, представитель администрации Нововятского района Андрей Романов из своего кабинета в разгар рабочего дня отправился сюда к переезду Поздино высаживать сосны. От повседневных дел не уклонялся. Наоборот, решил на деле сделать свой район и краше, говорит, и чище. Приехал, правда, один, коллегам не до сосен. Когда меня пригласили, я сразу согласился. На мой взгляд, это хорошая идея, которая... Елочки, сосенки. Я думаю, что я один могу посадить здесь несколько деревьев, в том числе и за коллег, которые работают. Высадить сосны экологи решили как раз на месте аварии. Уж очень признались, попросили их об этом местные жители. До февральского ЧП здесь было достаточно деревьев, чтобы как минимум пыль от постоянно проносящихся составов до окон жильцов не долетала. Смысл этого, чтобы защитить дома, близлежащие деревни Крутиха, от пыли, от шума, который появляется при проходе грузовых, ну и, конечно, и пассажирских тоже поездов, следуя по этому участку. Пару месяцев назад здесь уже были высажены сосны. Прижилось большинство. Свидетельство того, что земля не отравлена, уверяют экологи, надеются, приживутся и эти 20 штук. Растут, правда, сосны не быстро, но начало положено. Лет через 10, возможно, и поднимется. Под окнами жителей Поздино зеленый барьер. Дмитрий Шетарчук, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Давича. В скором времени в Нововятске можно будет прогуляться среди молодых сосен, а жители Иранска уже отдыхают в окружении столетних берез. Кстати, на днях в местной березовой роще появились информационные щиты. Деревья эти старожилы, поэтому территория, на которой они растут, считается памятником природы регионального значения. Его площадь – 18 гектаров. В рамках государственной программы на содержание заповедника из областного бюджета выделено 45 тысяч рублей. На эти средства уже установили два аншлага, на которых размещена карта березовой рощи и интересная информация. В ближайшее время памятник природы очистят от лишних пустарников и бытового мусора. В следующем году работы по содержанию особо охраняемой природной территории будут продолжены и потребуются новые средства на их реализацию. Меньше 8 тысяч человек приняли участие в досрочных выборах губернатора области, несмотря на то, что голосование длится уже больше недели. По словам членов избирательной комиссии, с 3 сентября избирательные участки в городе и районах области посетили меньше 1% жителей региона. Отмечу кировчанам, которые не смогут проголосовать за кандидата в губернаторы 14 сентября, стоит сделать это досрочно. В будни избирательные участки работают с 4 до 8 часов вечера. О других новостях города и области в коротком видеообзоре. В Кирове начался отопительный сезон. Первым тепло получит Кировский перинатальный центр. Батареи там станут горячими уже сегодня. В теплознабжающие компании готовы подключить и другие учреждения социальной сферы. Больницы, поликлиники, детские сады и школы. Для этого руководители заведений должны подать заявку в КТК. Отопление в жилых домах включат, когда среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд будет ниже 8 градусов. Больше сотни гаражных кооперативов и садоводческих обществ ликвидируют. Дело в том, что около трети всех таких некоммерческих организаций в области не предоставляют необходимые отчетности в налоговую службу. Делать это по закону они должны, даже если не ведут предпринимательскую деятельность и не получают прибыль. Отмечу, при ликвидации гаражные кооперативы и садовое общество могут отключить от электричества. Также из них могут перестать вывозить мусор. Исключать организации из единого государственного реестра начнут с 15 сентября. Кировские полицейские в очередной раз обнаружили остановочный павильон, в котором торговали пивом. Несмотря на то, что запрет на продажу алкоголя в киосках на остановках действует больше двух лет, продавцы павильона на улице энтузиастов решили не отказываться от выручки. На прилавках алкоголя не было. Пиво продавали из-под прилавка проверенным клиентам, рассказывают сотрудники полиции. Теперь 15 литров пенного напитка изъяли. Решается вопрос о привлечении владельца киоска к ответственности. Сейчас мы недолго прервемся. И вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Построят новый храм. На кладбище вятских полянах собираются возводить часовню. Барни и индюки в прошлом. Мастера дымковской игрушки расписывают многоэтажки. Поднимают свои глаза на этот дом, как они начинают улыбаться. Самое главное держаться на воде, оздоровиться – это вкус. Большое спасибо. В расписании уроки – плавание. Учеников кировских школ научат держаться на воде. Это «Давича». Продолжаем выпуск. В городе начали расписывать под дымку жилые дома. Почти полтора миллиона рублей из городского бюджета было выделено на преображение фасада здания многоэтажки на Комсомольской. Работа велась совместно с дымковскими мастерицами. Они помогали подобрать орнамент и цветовую гамму. Какие изменения ждут Киров еще в следующем сюжете? Круги, решетки, точки горошины – элементы дымковской росписи сейчас украшает дом на Комсомольской. Эта многоэтажка стала одним из первых жилых объектов, которые расписали народными мотивами. Орнамент рекомендовала дымковская мастерица Лариса Фололеева. Чтобы воплотить задумку, потребовалось 500 килограммов грунтовки и около полутора тонн краски. Две недели промышленные альпинисты были не просто рабочими, а настоящими народными умельцами. Я думаю, что достаточно посмотреть, с какими лицами и с какими глазами проходят жители нашего города. Сейчас по этой улице и поднимают свои глаза на этот дом. Как они начинают улыбаться, как видно на их лице доброе и позитивное восприятие этой инициативы. Я думаю, что к этому же надо будет добавить то положительное впечатление, которое у гостей нашего города будет создаваться. А дом действительно видно и из окон проезжающих поездов, и для тех, кто будет прибывать на наш вокзал. Акция «Раскрасть Киров дымку» началась еще в начале лета. Тогда расписали в яркие цвета стелу на въезде в Киров со стороны Победиловского тракта. А в июле появился и дымковский забор около входа в парке Миникирова. Эту инициативу жители города восприняли неоднозначно. Нашлись те, кто помогал оформить объекты и те, кто выступил против такого преображения. В частности, противников измущало то, что к дымковским мотивам не имеет никакого отношения орнамент на стенах и розовый цвет. Вообще-то розовый цвет, цвет розовка, как у нас называется, и цвет фуксина, то есть такой розово-фиолетовый цвет, они традиционны для дымковской игрушки. Мы поэтому и очень много работали с этими орнаментами по цвету и по ритму, чтобы все это соответствовало традициям. Подобно этой глиняной дымковской игрушке станут бетонные дома. Народные расписные мотивы примерят еще три дома на Комсомольской и Детский мир. Сейчас дизайнеры разрабатывают проект и подбирают орнамент. Киров продолжает расписывать под дымку. Ксения Смирнова, Алексей Вожигов, Бюро новостей давеча. Не обновляют, а строят заново. В скором времени на Горынском кладбище в Ядских полянах появится часовня и поклонный крест. Прихожане местного Никольского собора начали собирать деньги на ее строительство. Жители города еще два года назад обратились в администрацию с предложением выделить небольшой участок земли под строительство открытой часовни. Идея установки этого объекта принадлежит православным верующим, у которых на Горынском кладбище похоронены родные и близкие. Кстати, обычай устанавливать такие акапеллы ведет свое начало из глубокой древности христианского мира. На кладбищах устанавливаются часовни, чтобы люди могли не просто помянуть усопшего, но и помолиться за него. Сейчас идет сбор средств на строительство. Я обращаюсь ко всем православным христианам, у кого родственники похоронены на Горынском кладбище, принять посильное финансовое участие в этом богоугодном деле. Часовня будет стоять и в ней будут возноситься молитвы о наших с вами усопших отцах, братьях и сродниках. Кировские школьников начали обучать плаванию массово. То есть каждый ребенок, который получает начальное образование, научится в итоге держаться на воде. Плавать детей учили только в Советском Союзе. В современной России это будут делать в Кировской области. Согласно новой программе, разработанной в правительстве региона. О ней подробнее Ирина Сырцева. По 45 минут в воде, с пользой для здоровья. Вторую «Б» будет проводить теперь три раза в неделю. Сегодня ученики 53-й школы пришли в спорткомплекс Олимпийский впервые, чтобы научиться плавать. Ручки, дни, дни, ножки подняли, и сними ножками начинают следовать пострадать. Сегодня урок еще и показательный. Посмотреть, как началась физическая подготовка юных пловцов, приехал глава региона. Именно по его инициативе программа по плаванию для школьников, которая была популярна в советские времена, снова ожила в новом формате. С детьми занимаются молодые активные тренеры-преподаватели. Работают не только с группами, но, если необходимо, и индивидуально. Уроки проводятся в большом бассейне длиной 25 метров. Пока областная программа идет в экспериментальном формате. Сейчас в ней принимает участие около 200 детей. Ученики начальных классов со 2 по 4. Двух школ областного центра 53 и 54. Я хотела бы отметить важность. Знаете, в чем? В том, что это все-таки бесплатная возможность. Наши дети, если раньше ходили в караул и платили некую сумму, то вот такая возможность бесплатно научиться плавать, и самое главное, держаться на воде, оздоровиться, это плюс. Большое спасибо и пожелания родителей действительно расширять программу. Вчера было родительское собрание, и даже четвероклассники захотели участвовать в ней. Сейчас мы этот проект в качестве пилотного реализуем здесь, на базе этого бассейна. Будем смотреть по возможности его распространения и тиражирования. Хотя мы с Владимиром Сельевичем говорили, конечно, есть понимание того, что нам и в областном центре нужно еще порядка трех-четырех бассейнов 25-метровых строить в каком-то понятном будущем. Ну и, естественно, в области крупных районных и межрайонных центрах также необходимо будет строительство бассейнов осуществлять. Кроме того, сегодня на встрече в кабинете директора спорткомплекса много говорили и о безопасности. Курс помимо общей физической подготовки должен дать школьникам и элементарные умения – научиться уверенно держаться на воде. Он рассчитан на 24 занятия по три раза в неделю в течение двух месяцев. По его окончании дети должны, согласно программе, смочь проплыть 25 метров кролем на груди и на спине. Ирина Сырцева, Алексей Юферев, Бюро новостей Дайвича. Таким был этот четверг, 11 сентября, глазами наших корреспондентов. Выпуски Бюро новостей Дайвича дублируются на нашем сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакции Дайвича по телефону 38 48 88. На этом я прощаюсь. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова